Ну что ж, ребята, а это вторая серия АК-шоу, которую вы ждали всю эту неделю. В предыдущей серии Анастасия не переносит холодную воду, Скиба не любитель новых знакомств, Кашапову бесит, что Монако красится, ну а я поссорилась с Сёмой, потому что он не помог с делением на команды. Зато это сделал пак, и кажется, ему придется отвечать за этот поступок. А еще недавно в интернете пошел слух о том, что Ютуб отписывает множество людей от каналов просто так. Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас перейти вниз и проверить свою подписку. Если кнопка подписаться у тебя горит серым, значит все в порядке. Если же красным, рекомендую тебе исправить это. Потому что так ты будешь смотреть мои видео не только через рекомендации, но еще всегда будешь оставаться в курсе того, что происходит у меня на канале. Подписывайся. Приятного просмотра. Я на плачу. Сема такой сдой был, это вообще. Я на плачу. Ба, гоним. Гоним. Куда? Гоним, я говорю. Там вообще не до разборок было в этот момент. Мне надо быть с командой, мне надо с ними работать, а жертвовать своим вниманием в их сторону ради Колю, которого они знать не знают, и работы с ними не работают, это было ни к чему. Поэтому, собственно говоря, пришлось сюда вернуться к команде и продолжить с ними работать. Первая команда. Ба-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Шире-шире-шире, давай. Наша команда называется... делать еще хуже и устраивать еще больше балаган среди команд я не стал поэтому я оставил девочек у себя и просто принял это и продолжил с ними работать банальная штука все просто так многие из вас еще до сих пор друг с другом не познакомился нормально а так образно вот есть такая штука классно будем передавать все по кругу и немножко сказать по себя всем привет я саша на всеми называть монако уже 7 лет в таблице так что закончилась школу и и и обе школы поэтому вот всем писью я же не но все называют меня скилл студия вавилова все супер меня зовут катя что я могу сказать что новинство я занимаюсь студии вавилова около 8 лет я видеоблогер всем привет меня зовут анастасия желательно анастасия потому что вот занимаюсь в студии вавилова уже около пяти с половиной лет кроме тодос хожу школу недавно сдала экзамены а также увлекаюсь теннисом большим немного забросила с января месяц вот но этим летом хочу обязательно продолжить вот люблю жизнь хочу танцевать всем хорошего настроения вкусно на машине чё ты ржешь эти чё думаешь про маршмеллоу вызову тут сюда поговорить ты знаешь почему очень делимся ты капитан алё мы делимся для того чтобы они работали с новыми людьми факт того что пак собрал девочек в одну команду ко мне оставляет их вообще без шансов получить самый бесценный опыт который можно получить в лагере эта работа в командах у нас всего четыре дня мы на первый день уже в косяк так не катит все давай иди маршмеллоу кушай пока не заргут его я не пойду что происходит не делали что не знаешь просто не понимаю в чем была проблема и я не девочки никто и если пак может найти какие-то компромиссы ради своей девушки сделать так чтобы мы были в одной команде то почему ты этого не можешь сделать не мог да честно сказать я вообще не понимаю что происходило с в тот момент потому что в лагере он как будто сам не свой и это вообще не похоже на него просто приезжаю сюда работать это все классно у тебя есть какие-то принципы лагеря я здесь девочками но это не отменяет же того что мы вместе здесь мне иногда вообще окажется что ты забываешь о том что есть я и том что есть наши отношения относишься делаешь вид как будто принципы лагеря тебе важнее вообще не знаю меня он как будто вообще не замечает меня и проводит время тоже только со своими ребятами и только со своими друзьями тебя есть что сказать мне нечего сказать тебе ну как будешь ты найдешь меня такой ночью я все равно в любом случае ехала туда и ради него чтобы провести время вместе с ним как-то потанцевать вместе но этого почему-то не происходит я думаю что это зацепит я не знаю что это да я не знаю что это я не знаю что это Человек, который придумал влажные салфетки, это просто гений. На тот момент я поняла, что я была на грани, что я не была вообще готова к таким условиям похода. Тоже на холодно. Как она мыться будет послепенной? Спасибо. Пошли, давай. Спасибо. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Ты будешь пасет? Ну, я уже накрасилась. Идемте завтра. Сейчас тогда я одену. И потянку. Демчатку. Что бы мы могли сделать? Ничего нового, все как обычно. Она прям красивая. Тогда. А где лошадь? Есть лошадь? Я не могу никакой тематуры. Это был вопрос. Какой план действий на сегодня? На сегодня. Турпоход. Турпоход активен. Не забудьте надеть удобную одежду. Там длинный рукав, потому что крапива будет. И страховка будет вешать. А что, без этого никак нельзя? Ну, все вот эти вот шлемы, все обвязки. Это очень неудобно. Это очень сковывает движение. Все сейчас должны на массе. Через 40 минут мы уходим в лес. Все. Мы разбиваемся по тем же командам, что и были, и уходим в лес. Турпоход, ну, к этому надо немного быть морально и физически готовы. Пойдем дальше, чем в том году. Да, на другую гору пойдем, на Лисе Норы. С нее будем спускаться. Это тяжело, поэтому у вас у всех должны быть закрыты ноги. У всех должны быть бейсболки или какие-то повязки на голову. И желательно майки с длинным рукавом. Принято? Да. Дезодорант? Да. Дай на всякий случай. Да, давай. Мина пришла. Монако, у тебя порядок? У нас порядок. Монако, Монако. Короче. У нас не дали. Ой. Ты решила все попробовать? Я ночами пустую. Как лезть? Смотрите, руками притягиваете себя к скальнику, а ногами толкаете себя вверх. И у вас все время должны быть три точки опоры. Запомнили? Нет. Теперь смотрите, один человек пролазит, спускает, спускает, снимает обвязку, передает другому. Обязательно одевайте кассу. Договорились? Почти нас. Почти нас. На самом деле я часто лазаю по всяким таким штукам, и самое страшное всегда спускаться, потому что я боюсь, что я оттолкнусь ногами, но при этом столкнусь со скалой лицом. Не хочешь мне дать? Нет. Хочешь, чтобы я разбилась? Я разбилась. Давай, действуй. То есть ты карабин достанешь, то все. В тот момент я чувствовала настолько много эмоций. Вначале это была некая усталость из-за долгой очереди, потом, ну, я чувствовала, что я уже не могу карабкаться, потому что мне просто сложно. Если честно, когда ты смотришь на это со стороны, тебе кажется, что в этом нет ничего сложного, это очень легко, но когда ты подбираешься ближе и видишь вот это, скалу, эти перчатки, я понимаю, что не все так легко, но в любом случае это было очень интересно, весело, спускалась. Я немного больновато, но зато я успела спуститься до дождя. Монако, твой любимый шлен. Да. Но ты даже не лезешь. Руками берите, влево, и влево себя тащи, еще влево. Вообще, мне очень понравилось лезть. Это было классно, были очень классные ощущения, но когда ты лезешь и понимаешь, что твои ногти вот-вот вот на грани, чтобы сломаться, и когда ты спускаешься, и ты просто не понимаешь, куда и как вообще тебе отклоняться, это очень-очень странно. Вот перед вами вот ваш участок, да, вот эти ячейки дальше не считаются, вот все, что вот с этой стороны вы можете использовать. В каждую ячейку должно пролезть по два человека, не больше. В общем, вся команда должна оказаться на этой стороне. Они не привыкли к таким нагрузкам. Мы так долго ходили, прям очень. Да, я хочу просто сейчас лезть палатку и все, и ничего не делать. У меня я так сильно устала, и, ну, единственная, кто мне, можно сказать, помогла и выручила меня, это была Монакова. Нет, самое классное, я жду, когда мы сядем. Я пряник жду, мне так... Пойдем, подъедем, 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 подъедем. Нет? Нет. Куда у него макаруны в лагере? Серьезно? У кого-то еще остались вопросы? Саня, Саня, можно поговорим, пожалуйста? Ну, мы подъедем все. Блин, можно розовый, пожалуйста? Блин! Пойдемте обедать? Да. Прям кушать хочется. Там уже все просто сидят. Тоже хотел сказать. Ну, я хотя бы попытался. Я посмотрел на него, на то, как он взаимодействует со своей возлюбленной и поймал себя на мысли, типа, кому? Ну, может же, парень? Поэтому, так молодец. Давай еще раз. Что это за дивный аромат? Так это же новый дезодорант от Рексона. Походе, было много шуток про Рексона. Она холодная, но, типа, как бы, она нормальная. И поэтому вообще отлично. Спасибо. Вот я говорю, я тоже хотела, поэтому я сейчас ходила. Смешно. Индийское кино все смотрели когда-нибудь? Да. Там очень... Сейчас смотрим. Ну, вам рассказывают. Ты педагоги, там капитаны. Там очень много смешных, дурацких моментов, нелогичных. Так как мы творческий лагерь, у нас присутствуют творческие задания. Всякие драки, когда человека бьют, он улетает на 30 метров. Там, когда человек на лошади, на боку вот так заезжает под грузовик. Там, ну, много разных моментов. И вот нужно такие прикольные вставки повставлять сегодня. Продолжительность 2 минуты. Ребята искали музыку, резали ее, ловили где-то интернет. Ну, я, потому что это я, я уснула. Что случилось, Скиба? А, все тяжело. Серьезно? Скиба, тебе паук. Скиба, у тебя на носу что-то. У меня головой, блин. Я тебя беру на руки. Запрыгивай, давай. Давай, ловлю. Давай, ловлю. Пошла. Ну, цвай. И целуешь меня в щеку. Да, примерно так. Ладно, это было красиво, а я заценила. Окей. Теперь. Соня. Я очень рада, что в тот момент, наконец-таки, у нас с Семой все встало на свои места. Хорошо, что есть Коля и Даша, которые своими отношениями мне дают, навигируют правильное направление, куда мне нужно двигаться в моих отношениях с Катей. Ребята, может, вы пока разомнетесь? Что? Я говорю, может, вы пока разомнетесь, а мы отойдем, придумаем движение, потом покажем? Почему мы должны делать какое-то здание отдельно? Скиба вела себя очень странно и совсем не похожа была на себя. То мы должны сидеть отдельно, то мы должны ставить танцы отдельно. Я не знаю, что говорить, но да, меня немного все достали. Не знаю, делать, что хотите. Ну что ж, друзья, на этом закончилась вторая серия А.К.Шоу. Не забывайте писать комментарии и вообще предполагать, что же случится в следующей серии. Потому что, мне кажется, вам всем очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте красную кнопку внизу. Ждите следующую серию, а я с вами прощаюсь. Ну вот и все, это было все и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok